А у нас еще серийка. 200 километров в час где-нибудь на КАЗе руль начинает бить. Почему я рассказываю вообще про эту древнюю систему? С этой проблемой нужно как-то бороться. Ценник просто нереальный. Деньги наветь. Это становится проблемой. Конечно, весело, но остановиться вам это не поможет. И вроде все, да? Всем привет, с вами Семен. Сегодня мы поговорим о тормозной системе. На каждой машине есть тормозная система, потому что вам всегда нужно как-то остановиться, сбавить скорость и так далее. Как же она работает? Здесь есть два вида тормозной системы. Они, в принципе, самые распространенные на автомобилях. Это барабанные тормоза. Они были придуманы очень давно. Раньше они стояли даже на передней оси автомобиля. Сейчас чаще всего используются на задней оси, на достаточно маломощных автомобилях. Им на смену пришли дисковые тормоза. Они выглядят вот так. Это тормозной диск. Здесь стоят колодки. Их сжимает суппорт, который имеет разную конструкцию. Диски бывают разного диаметра, колодки разного состава. Все это работает в каких-то условиях по-разному. То есть для спортивных автомобилей что-то годится, для городских это не подойдет. Сегодня обо всем этом расскажу. Тормозной диск у нас вращается вместе с колесом. Ну или в этом случае тормозной барабан. Чтобы его остановить, суппорт зажимает колодки, и сила трения колодки об тормозной диск останавливает машину. Тем самым диски и колодки нагреваются, потому что вся эта энергия уходит в тепло. Их нужно хорошо охлаждать. Если у вас тяжелый мощный автомобиль, это становится проблемой. Когда вы начинаете на нем наваливать, сильно разогревается тормозная система, вы попадаете в лужу, и руль начинает бить. Потому что тормозной диск искривляется от большой разницы температур. Соответственно, с этой проблемой нужно как-то бороться. Производители придумали вентилируемые тормозные диски. При вращении колеса воздушный поток проходит через него. Достаточно эффективно охлаждается и так далее. Есть много ухищрений на эту тему. На кольцевых машинах, где на каждое колесо есть отдельный подвод воздуха, чтобы охлаждать тормоза и так далее. И когда машина очень часто тормозит, например, в кольцевых гонках, можно даже увидеть, что этот узел нагревается до красна, искрит и так далее. Вот это лютая тема. Также можно часто встретить диски с насечками, с перфорацией. Это все сделано для того, чтобы охлаждать его более эффективно. И если вы на машине активно ездите, я думаю, вы уже присматривали себе такие диски по типу Brembo и так далее, которые лучше остывают и меньше подвержены как раз вот этому искривлению, что потом начнет бить в педаль, бить в руль и так далее, чтобы их эффективно использовать. В дисковых тормозах, соответственно, суппорт сжимает колодки, тем самым останавливает тормозной диск и колесо. В барабанном тормозе две колодки стоят друг напротив друга. С одной стороны они зафиксированы жестко, так называемым солдатиком, а с другой стороны стоит тормозной цилиндр. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость проходит в этот цилиндр и, соответственно, оказывая давление на колодки, разжимает их и останавливает тормозной барабан. Почему я рассказываю вообще про эту древнюю систему? Чаще всего такие же барабанные колодки стоят на задней оси внутри дискового тормоза, как раз вот в этой его части. Например, на тех же Nissan, на которых люди едут в дрифт, бывает ручник такого типа, он завязан на отдельные колодки, то есть там есть и дисковая часть, где супер сжимает колодки обычные, а внутри барабанная часть, где ручник разжимает колодки вот такого типа. Хоть эта система и придумана очень давно, но до сих пор производители применяют ее, например, всякие Polo, там и Solaris, и до сих пор ездят с такими тормозами на задней оси. Мы отложили этот тип тормозов в сторону, потому что он, в принципе, бесперспективен, тюнинговать его нет никакого смысла, если вы их нагрели, остудить их достаточно сложно. В общем, просто городские тормоза. Если вы хотите на машине ехать более активно, и у вас сзади стоят барабаны, нужно свапать дисковые тормоза, это единственный выход, чтобы увеличить эффективность тормозной системы. Когда вы свапнете дисковые тормоза назад, не забудьте увеличить и передние, потому что тормозной баланс двинется. Чуть позже расскажу об этом балансе. Чтобы сжать суппорт или привести в действие барабанный тормоз, вам нужно создать давление в тормозной системе. Вы нажимаете на педаль тормоза, цилиндр сдавливает жидкость тормозную, и благодаря магистралям, которые подводят эту жидкость к суппортам, она оказывает давление на поршень и сжимает колодки. Система достаточно простая, надежная, но следить за ее состоянием, конечно, не стоит забывать. Потому что если у вас перетрет тормозной шланг или он потрескается, вы можете остаться без тормоза. Как правило, контура разделяются, то есть либо они разделены по диагонали, либо перед-зад. Главный тормозной цилиндр имеет два контура, то есть если вы откроете капот, там где бачок с тормозной жидкостью, оттуда обычно две или три трубки выходят. Эти контура независимы, то есть если в одном появилась течь и у вас педаль тормоза провалилась, обязательно прожимайте ее дальше, там она будет тормозить, пусть не так эффективно, но вы как-то остановитесь. И, соответственно, если у вас появилась течь, вы можете проехать так достаточно долго, но стоит ехать аккуратно, потому что второй контур будет очень долго завоздушиваться, даже когда бачок будет пустой. Нужно несколько таких циклов, когда тормозная жидкость прогреется, остынет, чтобы туда попал воздух и педаль стала совсем ватная. Но, конечно же, следите заранее за состоянием тормозных магистралей, не допускайте, чтобы там лопнул какой-то шланг и вы остались без тормозов, это очень опасно. Как я уже сказал, тормоза достаточно сильно нагреваются, а когда это тепло начинает переходить на тормозной суппорт, начинает греться и тормозная жидкость, и она может закипеть. Когда жидкость закипает, вы не можете продавить педаль тормоза, но она становится очень тугой, а тачка при этом не тормозит. Есть куча всяких тормозных жидкостей, ее нужно правильно выбирать. Если вы катаетесь где-то в автоспорте, нужна специальная жидкость, которая имеет очень высокую температуру кипения, но ее нельзя использовать зимой, потому что она станет слишком густой. В общем, тут есть такой компромисс при выборе тормозной жидкости, но обязательно смотрите, что пишет производитель, какую можно вообще жидкость туда заливать, потому что в машинах с системой АБС, например, если вы зальете не ту жидкость, это работать не будет. Еще также популярный тюнинг, это замена резиновых шлангов, которые идут на суппорт, на армированные. Для чего это нужно? Армированный шланг живет дольше, он более надежный, и, соответственно, он меньше расширяется под давлением. То есть, если резиновый шланг, когда вы нажимаете на тормоз, он может немножко расширяться, это можно даже увидеть. Если вы друга посадите за руль, попросите нажать на тормоз и посмотрите на шланг, он будет напрягаться. Не друг, а шланг, конечно. С армированным шлангом такого не будет. Он имеет гораздо меньший коэффициент расширения, и, соответственно, свободный ход педали уменьшается, педаль становится более отзывчивой. Поэтому это достаточно хороший тюнинг. Но не стоит делать полностью всю магистраль из такого шланга, как я видел на некоторых корчах. Все-таки такой шланг имеет определенное расширение, и оно больше, чем у трубки. Даже если мы делаем трубки медные, например, как это популярно при их замене, они расширяются гораздо меньше, они более жесткие, чем даже армированный шланг. Если собрать всю систему из таких шлангов, у вас педаль будет все равно такой же ватной, как у вас, например, были бы резиновые шланги, и от такого тюнинга не будет никакого смысла. Когда вы едете зимой на машине без АБС и нажимаете тормоз, у вас блокируются колеса, тачка практически не тормозит, она скользит, и можно попасть в ДТП. Это очень опасно, поэтому автопроизводители придумали такую штуку, как АБС. Антиблокировочная система. Она не дает заблокировать колеса, как раз таки. Когда вы жмете тормоз, она начинает трещать, возвращать педаль обратно, и при этом машина более эффективно тормозит. Старые системы, они были практически бесполезны, были сделаны чуть ли не для маркетинга, но сейчас автопроизводители пришли к тому, что эти системы работают очень круто, и даже никакой гонщик со ступенчатым торможением, с таким навыком, он не сможет остановить машину быстрее, чем современные системы АБС. Потому что они видят, каждое колесо отдельно могут управлять всеми четырьмя контурами, и если одно колесо блочится, они работают только на него, остальные продолжают тормозить. В первых же системах, если у вас заблокировалось одно колесо, система полностью отрубала все давление, и вы просто не могли остановиться. Также очень важный параметр, это баланс тормозных усилий между передней и задней осью. Соответственно, когда вы останавливаетесь, перед должен тормозить чуть сильнее, чем зад. Потому что если у вас будет перетормаживать задняя ось, вы пустите машину в занос, когда нажмете тормоз. Это, конечно, весело, но остановиться вам это не поможет. Поэтому есть такая штука, как регулятор тормозных усилий. Он представляет собой, в простейшем варианте, просто ограничитель сечения трубки, который позволяет дать меньше давления на задний контур, и передние тормоза получают больше усилия, а задние меньше. Есть тюнячие регуляторы, где вы можете это поправить в зависимости от типа покрытия, например, либо угла наклона трассы, и так далее. То есть водитель может прям на ходу изменять этот баланс, и если он понимает, что он делает, это достаточно эффективно. Если вы начали ездить на своей машине гораздо активнее, либо поехали куда-то в гонки, вам, конечно, нужны тюнячие диски и колодки. Диски могут быть в штатное место, то есть того же диаметра, той же ширины, просто из более хорошего металла, который не поведет, с лучшей вентиляцией, с насечками, с перфорацией и так далее. Колодки можно выбрать самые продвинутые, керамические. Там есть несколько вариантов для каждой машины. Супер спортивной версии, которые придется прогревать, которые на холодную будут дико скрипеть, искрить и так далее. Это для города не подходит. Но есть и городские версии, которые круто тормозят во всем температурном диапазоне, и они гораздо более эффективны. Есть куча всяких мифов про эти колодки, что они там диск больше жрут и так далее. Но когда вы едете в спорт, это все не имеет значения, потому как вам главное остановиться, даже если это живет сезон. В стоке применяются колодки из достаточно мягкого материала, и это очень популярный расходник, потому как можно менять их два раза в год, даже если ездишь очень плавно и тормозишь редко. Керамические, кстати, бывают не только колодки, но и диски. Ценник просто нереальный. Если обычные тормоза можно купить, например, за 10 тысяч пару дисков, то керамические могут стоить больше сотни тысяч рублей за пару дисков, а на некоторые суперкары может до полумиллиона за всю тормозную систему доходить, я имею в виду просто диски и колодки. Вы поставили максимально жирные диски, колодки, и уперлись в то, что все равно тормоза греются, вы не можете остановить машину, когда разогнались 200 км в час где-нибудь на КАЗе. Вам нужно свапнуть другую тормозную систему. Что это значит? Суппорта бывают нескольких видов. Самый популярный это однопоршневой суппорт с так называемой плавающей скобой. То есть там есть направляшки и один поршень, который давит и сжимает колодки с диском. Есть двухпоршневые суппорта, это два поршня друг напротив друга. Это уже гораздо более эффективно, потому что суппорту не нужно плавать на направляшках. Это служит дольше, меньше закисает, более надежно и в принципе круто. Системы могут доходить вплоть до 12 поршней с каждой стороны. Оу май! В общем, там много всего есть, по несколько колодок на каждую сторону суппорта. Безграничный тюнинг, но стоит выбирать что-то более компромиссное. Мы предпочитаем свапать систему, например, если у вас Toyota, от какой-то Toyota, где были топовые тормоза. Также важно смотреть на разболтовку. Если у вас, например, там 5 на 100, то искать такие же 5 на 100. 114.3, ну, также у Nissan смотреть тормоза и так далее. Главное попасть в заводскую ось диска, чтобы у вас суппорт не был смещен куда-то. Это не приводило к неравномерному износу. Обязательно выбирайте качественные переходники под суппорта, потому что никто не хочет оказаться в ситуации, когда у вас отвалился суппорт и вы не можете никак остановиться. Также в дрифте очень популярная штука это гидроручник. Все, наверное, видели в салоне корчают палку, торчащую в виде кальяна, за которую дрифтер дергает и ставит машину в занос. Ручник работает только на заднюю ось. Популярная схема установки врезка цилиндра гидроручника в задний контур, в заднюю магистраль тормозную. Как это вообще работает? Когда вы нажимаете на педаль, давление создается во всей системе, цилиндр ручника пропускает через себя давление и, в принципе, все хорошо работает. Когда вы дергаете ручник, он создает давление только на заднюю ось, переднюю при этом не трогает. Иногда это работает не очень хорошо, цилиндр залипает в каких-то переходных режимах, когда вы пытаетесь тормозить, при этом немножко додавливаете ручником, он еще добавляет вам на морду усилий в какой-то момент. Поэтому тут в дело приходят вторые тормозные суппорта на заднюю ось. Это достаточно сложный процесс установки в штатное место, потому что нужно и в ось попасть тормозного диска и при этом куда-то его разместить. На сильвиях такое часто видел, крут переходники, суппорт куда-то смещается, где-то что-то стачивается и в целом все это не очень круто работает. Если хотите подготовить систему под два суппорта, лучше купить готовый кулак на заднюю ось, который уже рассчитан под два суппорта, который имеет хорошее крепление и все это можно грамотно собрать. Не забывайте, что когда вы ставите два суппорта на один тормозной диск, его площадь для охлаждения, для теплоотвода существенно уменьшается и это все может очень сильно греться. Поэтому мне больше нравится система, когда ручник ставится в штатную магистраль, ей главное уметь пользоваться. То есть, когда жмешь на тормоз, нужно ожидать, что от ручника можешь получить немножко тормозных усилий наперед, но правильной регулировкой все это убирается. Как правило, когда у вас пережат цилиндр ручника, может даже произойти та ситуация, когда вот вы тормоз и ручник одновременно сделали, и у вас задняя ось заблокировалась и никак ее не разблокировать, пока еще раз там ручником не покачаешь. Поэтому обязательно обратите внимание на регулировку тормозных цилиндров. Также главный тормозной цилиндр, он имеет регулировку, если вы ее выкрутите слишком сильно, поршень может перекрыть канал обратки и когда вы будете тормозить ручником, перед тоже будет тормозить и когда у вас прогреется тормозная система, в ней появится давление и суппорта вообще заклинит. Поэтому это очень важно. Такие системы гидроручников обычно стоят от 5 тысяч за китайский, который отходит сезон и потечет тормозухой в салон, до там 20-30 тысяч за топовые ручники. Чувствую, там не ручная работа, очень все красиво сделано. Главное выбрать хороший тормозной цилиндр. В общем, когда тюнете тачку, делайте ее мощнее, разгоняйтесь до больших скоростей, не забывайте про тормозную систему, потому что это ваша безопасность и следите за ее состоянием, конечно же. Спасибо, что посмотрели эту серию, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!